Всем привет, Аня, с вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам расскажу снова про агрессивные растения, расширяем список. Хотя мне не нравится слово агрессивные, все зависит от нас, но когда мы не ухаживаем, то все может стать агрессивным. Есть две беды, когда растения образуют корневища подземные, и затем оттуда появляются новые растения, и когда растения размножаются семенами, выстреливают их или продуцируют очень большое количество, которые потом разносятся уже ветром, людьми, животными. Ну и такая полбеды, когда надземные так званые столоны, это вот как у клубники или земляники, то есть поверхностный такой побег, заканчивающийся розеточкой, там прикасается к земле и образуется очередной кустик. Вот когда вы видите такие растения, они потенциально и могут стать слегка агрессивными на вашем небольшом участке. Красивенькая, хорошенькая, миленькая первое растение это кислица. Особенно кислица прямая. Это растение, которое мы можем увидеть много где, и нам может показаться, что вот такая хорошая она будет не агрессивная. Нет, она будет очень агрессивная. Следующая кислица, кислица рогатая, которая когда-то появилась с бордовой окраской листьев, и казалось, что такая замечательная, она займет достойнейшее место в наших садовых участках. Оказалось, что она является вот именно агрессором, потому что кроме того, что размножается и корневищами, в том числе и многочисленными выстреливающими семенами. Такое свойство семенной коробочки. Расстрескиваться и разноситься на большие расстояния. И еще одна кислица, которая представляет из себя опасность, эта кислица называется делениуса. У нее уже зеленые листья и снова желтые цветочки. Как их отличить простому смертному? Ну, первое, что обратить внимание, значит, если желтый цветок, то это, считайте, беда. И если она не высокого роста, это тоже будет говорить о том, что она, скорее всего, относится к каким-то из этих перечисленных видов. За счет своих многочисленных семян она будет у вас просто неискоренимым сорняком. Но я иногда с ней что делаю? Я ее жмяк-жмяк-жмяк собираю, ведро запихиваю и подливаю под растения, которые любят повышенную кислотность почвы. Мне кажется, что помогает. По крайней мере, прополка проходит успешно. Следующее растение, которое может стать агрессивным в вашем саду, это перетрум девичьей. Цветочки беленькие, кустики красивые, компактные, с прекрасным таким запахом, специфическим для кого-то. Но я для себя тоже бедой его не считаю, хотя размножается сумасшедшим образом семенами. Некоторые растения успешно зимуют молодые и весной снова зацветают. Я у себя оставляю пару штук для красоты, потому что многочисленные белые цветочки, иногда они бывают махровые, полумахровые. Но снова же занимаюсь вот этой прополкой, пихаю в ведро, рублю, смешиваю, добавляю мыло и еще чего-нибудь и опрыскиваю свои растения, розы, потому что перетрум из него получают промышленный, промышленный перетрин, препарат, который очень хорошо работает против вредителей, особенно против тли. Ну почему бы мне не воспользоваться вот тем, что у меня растет буквально вот под носом. Следующее растение, которое может показаться в первый раз очень милым и красивым, это яснотка. Яснотка образует длинные побеги, разрастается сумасшедшим образом. Яснотка может быть виды, которые представляют из себя опасность. Она может быть яснотка желтая, соответственно, и цветки желтые, яснотка белая. Иногда еще называют глухая карпива. Нового сорта начинают нас уверять и говорят, нет, нет, сорт будет такой спокойный, он будет расти на одном месте. Но, скажу вам, бывает все не так. Все-таки наличие вот этих побегов, оно все равно сыграет свою роль и рано или поздно займет большую площадь. Следующее растение, которого стоит остерегаться и быть к нему внимательным, это зеленчук. Зеленчук. Ботаники там снова мутят. И раньше он назывался галя-абдалон. В самом названии уже заложено, как бы то, что у него запах, вы его всегда обнаружите, потому что галя-хорек, а абдалон это вонь. То есть такое же вонючее растение, как и хорек, когда он там вот мечет свою струю. За год может, за сезон, давать побеги длиною 50 сантиметров, метр и расползаться на несколько метров. И очень быстро будет распространяться по вашему огороду. Хотя сорта, да, очень имеют красивую окраску листвы и немножко листик измененный. Он уже не такой яйцевидный, а более сжатый, более пильчатый край, более картинка четкая. Иногда сорта бывают с насыщенным зеленым основным фоном и с яркими пятнышками. Но пробуйте, что я могу сказать. Попробуйте, может быть, вам повезет в выборе вашего сорта, если никак не можете от него отказаться. Потому что в плане захвата территории растение замечательное. Иногда даже можно, используя яснотку, зеленчуг, живучку, создать просто такие вот ковры цветущие. В принципе, цветут они все замечательно. Замечательно. Если есть такой кусок земли, то работайте. Колокольчик пятнистый. Растение, которое может пробиться даже сквозь асфальт. Не то, чтобы пробиться, как одуванчик, но в любой расщелинке он может вырасти и будет чувствовать себя замечательно даже в самое жаркое лето. Есть сорта, но они ведут себя точно так же. Хотя растение, в принципе, и симпатичное. Мелисса. Все пряноароматические, не пряноароматические, а все растения вот из этой группы мяты, мелисса, они расползаются корневищами нещадно. Я бы мелису сюда не занесла, если бы она не обладала такими свойствами. И мелисса даже сортовая, все равно она очень активно размножается. И когда вы ее хотите выполоть, это вам не перетрум, у которого мочковатый корень достал и все. Любой кусочек корневища, который останется в почве, он даст жизнь десятке новых растений. Растение следующее, которое называется смешно, ослинник. Ослинник ну, размножается вполне себе активно. Мне его такая вот непредсказуемость даже где-то нравится, потому что вот там вдруг выскочил и начинаешь там фантазировать. Чего-то ты тут появился. Размножается он скорее семенами, потому что в одной коробочке там огромное количество семян. Цветки, можно сказать, симпатичные, желтые, яркие. Иногда можно оставить, но будьте готовы к тому, что будет скакать у вас по вашему участку и не знаю, будет ли он радовать. Вырвать его, конечно, можно, но все равно из корневища пойдет отрастать новое растение. В местах естественного произрастания это Северная Америка, Центральная Америка, там его называют рапунцель. Может, от того, что у него глубокое, длинное корневище, похожее на морковку, и даже в весенний период употребляют в пищу. Не знаю, не пробовала, не могу сказать. Якобы, это витаминно и очень вкусно. Пробуем. Растение, которое у нас еще мало распространилось, но те, кто с ним столкнулся, уже стал понимать, что это достаточно агрессивное растение. И снова же его происхождение это Америка, Канада. В Европу оно уже тоже завезено. В Европе и Америке оно считается растением, представляющим опасность для культурных посевов. Сорничает повсюду и вдоль дорог, и по посевам. Размножается как семенами там, так и корневищами. Семенами у нас не размножается, что-то ему тут тепла, видимо, суммы активных температур не хватает. Но будьте готовы к тому, что где-нибудь в метре двух оно будет выскакивать благодаря мощным подземным корням. Само по себе растение в самом деле красивое. У него многочисленные соцветия, ароматные, которые снова же привлекают и пчелок и бабочек, кожистые крупные листья, эффектное растение. Но если очень хочется, можно посадить в какой-нибудь контейнер. Будет смотреться оно великолепно. Если у кого-то появилось растение, которое называется плодианта, плодианта сомнительное, это растение из семейства уже тыквенных, то борьба с ним будет бесконечной. Размножается непонятно как, нет, оно понятно как, но как оно у кого-то появилось, иногда даже люди не знают, может быть, с чем-то принесется. У него образуются клубеньки, и если пытаться это выкапывать, все равно малейший кусочек клубенька даст серию новых растений. Вьется, замечательно заполняет какие-то пустые места, заборы, может, где-то оно будет и уместным, но все равно приползет, посадив за забором, все равно по-моему, огород заползет. В местах естественного роста это Япония, Китай, оно дает плоды. Плоды, говорят, вкусные. И некоторые у нас умудряются опылять его, потому что опылители естественного в наших условиях в условиях Беларуси нету. Опыляют пыльцою с огурца или с тыквы появляются маленькие красненькие огурчики. Говорят, что вкусные. Не пробовала, потому что, к счастью, у меня этого растения нету. А листики, они имеют шершавую поверхность, как с обратной, так и с лицевой стороны. Ими можно играть детям, приклеивать погоны сюда-сюда. Типа такой зеленый человечек. Поэтому, выбирая между скушать, поиграть, или чтобы вас там не заполонило, то, я думаю, каждый определится сам. Но обратите внимание на это растение. Ну и в заключение хочу обратить ваше внимание на такие популярные лианы, как лимонник китайский. И занесу вот в эту десятку виноград девичьи. Каждый хочет посадить, потому что лимонник китайский, это такое хорошее растение, эти плоды, иммуномодулятор, иммуностимулятор. Такое витаминное, и плоды витаминные, и стимулирующие. И дерсу за латом три ягоды скушает, и ходит потом по тайге целые сутки. Но это очень агрессивная лиана. Как только она найдет свое место, и как только вы проморгаете ее года три-четыре, то тогда вы просто не сможете спасти свое строение, она будет бесконечно появляться, просто вот как ниоткуда. То же самое виноград девичьи. как только вы отведете взгляд, он начнет заполнять все пространство и настроение, и по заборам, и по земле. Но если регулировать, то можно как-то его обуздать. Так что будьте с этими растениями, высаживая. Вдруг у вас там суперпочва такая, которая подходит с углина, достаточно плодородный, плодородный, воздухопроницаемый, и это то, что надо. А растения зимостойкие, выдерживают морозы 30 градусов и выше, и растут на одном месте, но просто десятилетиями. Так что будьте готовы, вы теперь вооружены знанием, будьте готовы к этой борьбе. Спасибо за внимание, до новых встреч.